Это общая мировая практика иметь университетские клиники. Проект реализуется с конца 2018 года. И по сути реализация основная осуществлялась в 2019 году и теперь несколько было приостановлено в 2020 году в связи с ковидом. Вместе с тем в эти сроки сделано достаточно много. В первую очередь это коснулось изменения в нормативной базе. Нужно понимать, что это совершенно новая структура. Это объединение медицинского учреждения, задачей которого является оказание лечебной и диагностической помощи населению. И учреждение образования, задачей которого является основной образовательный процесс. Тем самым мы должны получить новую практику ориентированную, о чем теперь это везде говорится, учреждение, которое явится не просто лечебным учреждением, но многоуровневым образовательным центром для медицинских работников. В первую очередь для докторов. Выходя из наших стен, пройдя через университетскую клинику, специалист сможет уже быть подготовленным к тем реалиям, которые есть. Мало того, он придет подготовленным к будущему нашего здравоохранения, потому что образование это инвестиции в будущее. И здесь вот возможности эти инвестиции реализовать. За основу взята многопрофильная клиника, которая считается клиникой третьего уровня. То есть туда поступают самые сложные пациенты со всего региона. На базе этой клиники, во-первых, коечный фонд ее составляет более тысячи коек. Имеется консультативная поликлиника. Имеется более 20 отделений. И там расположено в настоящее время 11 кафедр. То есть это одна из крупнейших клиник, где больше всего расположено кафедр. И учитывая то, что по разным профилям, то есть здесь одновременно можно отработать не на одном профиле, а оказание как организацию образовательного процесса, так и оказание медицинской помощи. Во главе клиники остается главный врач. Но в структуру клиники введен проектор по лечебной работе, который является сотрудником университета. Понятно, что есть вопросы, конечно, по источнику финансирования. Потому что клиника остается в областном бюджете, университет в республиканском бюджете. Это, опять-таки, один из аспектов, над которым мы работаем. И хорошо, что в процессе пилотного проекта возникают эти вопросы. И, наверное, значимость этого проекта в том, что мы видим все те проблемные вопросы, которые возникнут в каждом ВУЗе. И у нас есть возможность выйти с предложениями на уровень Министерства здравоохранения, чтобы их нивелировать. И уже какую-то модель университетской клиники на выходе, а реализация проекта запланирована на три года, то есть в 2001 году, мы должны выйти с четкими предложениями. Какой должна быть университетская клиника, какова должна быть система финансирования, какие должны быть требования по количеству кафедры, по количеству профессоров и доцентов, то есть профессорско-преподавательскому составу, какой уровень должен быть специалистов, непосредственно работающих в практическом здравоохранении, какая должна быть материальная база. И вместе с тем реализация этого проекта нам позволяет вот эти моменты улучшить и отработать на базе ранее Гродненской областной клинической больницы, а теперь это Гродненская университетская клиника, она первая в нашей стране, отработать и посмотреть, как же в реалии, что нам нужно. Эти вот проблемные точки мы обозначили, и вот уже пришли к вопросу их решения, то есть у нас есть предложение о решении. И я думаю, что если эти предложения будут учтены, то это будет первый успешный шаг во внедрении университетской клиники в Республике Беларусь. То, что без университетской клиники уже в принципе невозможно, я думаю, что понимают все вузы и все ждут с нестерпением реализации нашего проекта.